Дай почитать. Лоренц – выдающийся австрийский зоолог, зоопсихолог, один из основоположников этологии науки о поведении животных. В 1973 году был удостоен Нобелевской премии по физиологии и медицине, но были в его жизни моменты, которых нужно стыдиться. В 1938 году он вступил в Национал-социалистическую немецкую рабочую партию. С 1941 по 1944 годы был врачом в армии немецких захватчиков. Но в июне 1944 попал в советский плен под Витебском. А теперь, дорогие слушатели, главное – больше года провел в лагере для военнопленных в городе Кирове. Находясь в плену, отрекся от своих нацистских убеждений. Репортирован на родину в 1948 году. Многие его близкие были уверены, что он без вести пропал. Итак, в начале его самой знаменитой книги «Человек находит друга» автор заявляет, что одинаково сильно любит и кошек, и собак, однако подчеркивает разницу между двумя самыми домашними и самых домашних животных. Сначала, чем они похожи? И кошки, и собаки – хищники, и у них сильно развит инстинкт охотника. Чем и пользуется человек. Но во всем остальном они абсолютные антиподы. Собака ради человека кардинально изменила свое поведение, а вот кошка осталась подлинно диким существом. Кошка независима и свободолюбива. И если сила обаяния собаки в глубине дружбы и крепости духовных уз, связывающих человека и собаку, то очарование кошки в том, что это маленький лев, решивший пожить с вами под одной крышей. Лоренц рассуждает о любви человека к животным, о дрессировке, о том, как нужно выбирать щенка, о методах воспитания собак. Автор делится считателями не только своими знаниями и наблюдениями, но и историями о своих любимцах собаках. Он утверждает, что собаки, как и люди, очень индивидуальны, и это яркие личности, но все же очеловечивать их нельзя. Особо убедительными кажутся мне строки о том, что лучше выбирать собачку-девочку, а не мальчика-собачку. Девочки более чуткие и эмоциональные. Еще пронзительно трогательным показалась мне глава «Верность и смерть» и утверждение. В человеческой жизни любая радость оплакивается печалью. И еще автор лукавит, когда говорит, что он пишет о кошках. На самом деле эта книжка на 98% написана о собаках, о тех, кто ради человека готов умереть. И о тех, кто олицетворяет настоящую любовь и верность. До новых встреч!